Этот дикий пляж в Казачьей бухте известен многим севастопольцам. Несколько поколений горожан ходили отдыхать на так называемые понтоны, любуясь нетронутым уголком дикой природы. Однако этому времени пришел конец. Теперь здесь разместилось предприятие по утилизации списанных кораблей Черноморского флота. Месяц назад мы обнаружили плавкраны, которые за моей спиной. И оказалось, что якобы по разрешению Министерства обороны здесь разместили резку судов. Это крайне не экологичный вид деятельности. На нарушение природоохранного законодательства уже отреагировали сотрудники Севприроднадзора, передав собранные материалы в Росприроднадзор. Однако наличие проверок и огласков СМИ не остановили работу по утилизации судов. Наоборот, дела у предприимчивых бизнесменов пошли в гору. Если раньше у причала находился только один корабль для распила – МРК «Мираж», то теперь к нему добавился малый противолодочный корабль «Владимирец». Непрерывная деятельность по утилизации старых кораблей, мягко говоря, сбудоражила местных жителей. Я житель Казачки, проживаю в Казачьей более 30 лет. Значит, такого беспредела в течение этого времени я не видел. Это впервые я увидел, как можно превратить нашу прекрасную бухту в такой беспредел, в такое бесхозяйственное отношение к народу нашему, к жителям Казачьим. Местные жители во время встречи со съемочной группой телеканала НТС попытались остановить выезжающий с территории Министерства обороны автомобиль, чтобы узнать, на каком основании ведутся эти работы. Молодой мужчина за рулем иномарки не стал отвечать на вопросы горожан. Я нахожусь на территории полигона, воинской части. Нет, вы находитесь в акватории. Не у себя. Чтобы попытаться проехать, мужчина подозвал дежурившего на выезде военного. А тот, в свою очередь, вызвал подкрепление. Ведь его буквально окружили женщины с маленькими детьми и колясками. Убедившись, что просто так выехать с территории полигона не получится, водитель уехал обратно на место распила кораблей. Вы сейчас гражданского человека отправили куда? На свою территорию, получается? На полигон гражданского? Нас просите выйти, а гражданского вы отправили в свою территорию? Так получается? Во время общения с местными жителями, человек в военной форме сообщил, что пребывание автомобилей с ростовскими номерами на территории полигона и вообще все проводимые здесь работы согласованы. Все это согласовано. С кем? С история полигона. Подожди, согласовано, чтобы нас убивали здесь? Кто убивает кого? Вы убиваете нас, вы режете корабли, вы выкидываете гадость в море. Я попрошу всех выйдите. Нет, ух ты, нет. Их попросите. Вот после них я выйду. Есть еще не ею. Правильно. На месте утилизации кораблей неизвестный мужчина, который был за рулем иномарки, стал смелее и попытался помешать работе съемочной группы телеканала НТС. То, что запрещаем, что вы хотите от меня? Нет, вы меня что-то увидели. Да убери камеру, я что-то не пойму, что ты меня снимаешь. И как удалось заснять съемочной группе, причины для такого поведения имелись весьма основательные. Помимо хаотично разбросанного мусора в перемешку с металлоломом, рядом с краном находился экскаватор. По мнению местных жителей, работники предприятия специально углубили дно бухты. А добытые таким варварским способом песком и грунтом стали отсыпать дорогу, чтобы затем посуше вывозить распиленный металлолом для продажи. В процессе съемки работники предприятия не раз пытались помешать журналистам, просто становясь перед камерой. А что вы здесь делаете? Жители казачьей бухты уверены, что незаконной, по их мнению, утилизацией кораблей занимаются те же лица, что и в начале года пытались заниматься подобной деятельностью в Стрелецкой бухте. Фирмы это, в общем-то, известные уже ранее по материалам в средствах массовой информации. Ростовские фирмы, не имеющие лицензии на переработку металлолома, транслом, стройлом. То есть залетные люди приехали сюда снять деньги, уничтожить экологию. Ситуацию с утилизацией списанных военных кораблей прокомментировал председатель постоянного комитета законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. С моей точки зрения совершенно недопустимая история, потому что, строго говоря, работники ведутся на территории военного городка, который Севастополь известен как полигон 810-й бригады морской пехоты, а именно полигон для влуждения боевых машин. И в целом проблема не только в том, что выполняются работы экологически опасные в приближенной акватории, в акватории Черного моря, конкретно бухты Казачьи. Дело еще и в том, что, по сути дела, военные городки становятся местом системного нарушения природоохранного законодательства. Горожане боятся, что с каждым днем экологическая обстановка в Казачьей бухте ухудшается и скоро приведет к локальной катастрофе. Местные жители обращаются к властям за помощью. И в данный момент мы обращаемся к администрации города-героя Севастополя. Пожалуйста, обратите на бухту Казачью внимание. Не просто, когда выборы идут или еще что-то, а обратите внимание. У нас отобрали все. При этом нам ничего, никакой альтернативы людям, жителям бухты Казачьей не предложили. В свою очередь, редакция телеканала НТС направила официальные запросы в Черноморо-Азовское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с просьбой пояснить, какие действия проводят сотрудники ведомства, чтобы установить виновника нарушения природоохранного законодательства и привлечь его к ответственности. А также командующему Черноморским флотом Игорю Осипову с вопросом, известно ли вице-адмиралу о проведении работ посудоразделки списанных военных кораблей в Казачьей бухте и давались ли со стороны военного ведомства какие-либо согласования на это. Николай Кузнецов, Александр Устич, Севинформбюро.